Лучший врач общей практики России работает в Чувашии. Итоги ежегодного конкурса подвели в Московской области в рамках форума молодых врачей. Помимо диплома Елене Жирновой за первое место вручили денежный приз в 500 тысяч рублей. Сначала, конечно, мне не поверилось это. Потом захотелось закричать. Радости полно было. Все-таки я очень рада за Чебоксарский район. На таком же высоком уровне отметили и врача-неонатолога. Заведующая отделением выхаживания недоношенных новорожденных Лидию Горячкину. Вот уже более 30 лет она выхаживает детей с экстремально маленьким весом. В прошлом году мы выходили где-то около 40 детей, меньше тысячи грамм. В этом году мы уже перегнали прошлогоднюю эту планку. Проблем очень много в неонатологии. То есть выхаживание недоношенных детей очень сложная задача, очень дорогостоящая. Очень много приходится вкладывать сил. Еще одна награда за второе место в этом же конкурсе у нашей республики. Удостоилась ее Лилия Егорова, врач-психиатр-нарколог, заведующая наркологическим диспансером. Отчет подавался за три года. Оценка проводилась не только лечебной работы и профилактической работы. Мы показали наши презентации, несколько презентаций интересных работ. Сам форум молодых врачей России состоялся в конце августа в Красногорске, Московской области. В нем участвовали более тысячи медицинских работников из всех регионов страны. В течение двух дней обсуждались самые наболевшие проблемы отрасли. От дефицита кадров, условий труда и зарплаты до квалифицированности медицинского персонала. На этих же проблемах остановилась и замминистра здравоохранения и социального развития ЧУАШа Татьяна Богданова, когда подводила итоги прошедшего форума в Московской области. К сожалению, в отрасли на сегодня у нас сложился дефицит медицинских кадров, как врачей, так и средних медицинских работников. На сегодня у нас в отрасли работает более 50 тысяч врачей и более 12 тысяч средних медицинских работников. Вот хотелось бы назвать цифру для того, чтобы нам обеспечить, прежде всего, доступность медицинской помощи. Нам в отрасли не хватает порядка 900 врачей. Для нашей ЧУАШской республики характерен достаточно высокий уровень обращаемости граждан. Порядка 10 посещений в год на одного гражданина – это много. Проблемы решаемы. Республика помогает молодым специалистам. Продолжается реализация программ по поддержке молодых семей в решении жилищного вопроса. О плате жилищно-коммунальных услуг выделяется единовременная денежная премия выпускникам медвузов. Кроме этого, заработная плата врачей поэтапно растет. И к 2018 году она должна составить 65 тысяч рублей. Галина Титарчук, Евгений Анисимов. Республика.